После службы частенько дают страдающим на опохмелку. Это Богу угодно дело или нет? Как-то мне постучали в дверь, открывая, стоит человек соответствующей внешности, его совершенно трясет, и он даже не пытается скрыть, не говорит, что батюшка дай на хлеб или еще чего-то. Как обычно это бывает, люди приходят в синяк синяком, но просят на хлеб или еще на что-нибудь, на такое. Но понятно, что на самом деле ему нужен не хлеб. Этот даже скрывать ничего не стал. Он просто сразу сказал, слушай, отец, дай сто грамм, а то помру ведь. Я так на него посмотрел, думаю, боже мой, человек до какой степени. Я говорю, подожди, сейчас, ладно. Пошел, у меня стояло в бутылке что-то типа коньяка. Коньяком назвать это было сложно. Так, по крайней мере, на этикетке было написано. Я там как-то выпили за столом, но не очень хороший напиток, не понравился он мне такой, я его поставил. Ну, надо было его куда-то вылить, наверное. Но я открыл свой такой бар, посмотрел на этот коньяк. Думаю, что ему вину наливать? Дай-ка я ему вот это вот налью. Все равно он какой-то денатурат пьет где-нибудь, не помрет человек. Я, значит, в кружку налил туда этого коньяка хлебушек и огурчик. Там где коньяка, наверное, грамм сто пятьдесят. Вынес ему, он так вот взял, значит, кружку-то взял, а хлеб-то мне назад. Посмотрел туда так, скривился и говорит, это чукагор? Я говорю, да нет, это коньяк. И он с таким наслаждением это выпил, такое ощущение, что это был мед. С таким наслаждением. Думаю, неужели это так вкусно? Занюхал рукавом, не стал ни хлеб, ни огурец ему не нужен вообще. Занюхал рукавом, поблагодарил сердечно и пошел. У меня перед глазами просто стоит вот эта картина, как он смачно это все пьет, как будто там мед с таким наслаждением. Вот до какой степени человек доводит себя такими вещами. Конечно, вот так вот все время их поить, конечно, не богоугодное дело. Но иногда, что же, если человек так трясет? Действительно, может быть, и дать на помелку что-нибудь. Да. 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 Да.